Субтитры делал DimaTorzok Позже к нашему машину сел командир этого батальона Юрий Береза. Мы приехали к штабу, который замещался в этом же поселке Многополе. Там мы ждали, пока сформируется колонна. Как позже выяснилось, колонны было две. 20-30 минут, может быть, до начала движения, разделили на две колонны. То есть нашу колонну, нашу часть этой колонны, значит, развернули в сторону Кутейникова по параллельной дороге, которая идет через поселок Чарлоносельское. Находясь в автомобиле, я слушал переговоры по рации, которые велись между командованием. В частности, я услышал, что продолжаются переговоры и нужно немножко подождать, пока не завершатся. Директор, директор, мы пошли по плану, по которому договаривались. Предупредили, если у нас раненые, то тогда что? Будет, кто-то будет, прием. Мы слышали переговоры генерала Камчака с переговорщиком. Переговорщик, у него был позывной директор. Но он сказал, что Россия требует 15 минут до завершения переговора на самом высоком уровне. На что ответил Камчак. У меня нет времени. Мне плевать на высокий уровень. Колонны вперед. Камчак ответил, что у меня нет и двух минут. И отдал приказ обеим колоннам по боевому начинать движение на максимальной скорости. Мы выполнили этот приказ. Спойл, просу, две минуты, сейчас закроют на связь, прием. Нет, от двух минут, мы начали. Логика в том, что переговоры еще не завершились, но наша колонна двинулась вперед. По этому поводу возникло очень много вопросов. 3D40-1, везде нет, все это невозможно. Заблокировано транспортное движение, как поняли, прием. Ты же знал, куда идти? Я вижу, что у нас полная машина ведет. Ну так и что ж ты хочешь? Давай, мы нам огонь ведут, блядь, все вперед! По изначальной информации, не было такого, что мы должны прорываться с боя. То есть была задача спаковать оружие, перейти в походный режим и двигаться в сторону Старобешева, на безопасную территорию. Но уже в процессе боя, уже в процессе обстрела, от генерала Хамчака поступила команда прорываться с боем. Ребята, я Булава, на прием. Булава, я стою за такой, у меня 3 километра полона длиной. Все машины легко уничтожаемы. Начинает движение, прием. Движение, пошло, пошло движение. А что такое легко уничтожаемые машины? Как я зафиксировал на свою видеокамеру, это обычные маршрутки, бусики, которые были сняты с рейсов. Прорываться с боем команда поступила тогда, когда бой уже начался. Фактически военных застали врасплох. Буквально через 3-4 минуты движения, может быть, 5 минут движения, начался шквальный обстрел. Очень серьезный обстрел со всех сторон. Из тяжелой артиллерии, танков. Значит, ну, картина жуткая, да, что сложно даже описывать, что мы там видели, что там происходило, и как мы добрались до села этого червоносельского. В общем, мясорубка. Мы ехали парой. В том бусике, в котором ехал я, был Юрий Береза. Впереди, на таком же бусике, только белого цвета, ехал генерал Руслан Хамчак. Когда начался обстрел, наши две машины развернулись и поехали в обратную сторону. Фактически, генерал Хамчак бросил тех солдат, которых он посылал в бой. Мы развернулись и поехали в сторону лесопосадки. По нашему автомобилю стреляли, но поскольку он был бронированный, он смог выдержать этот обстрел. То, что мы скрывались в сторону лесопосадки, позже подтвердил боец Владимир Поросюк. И мы подъезжаем до поворота, и я бачу реально бус генерала Хамчака и Березы. Подтягуйте! Я виходу, у меня очи квадратные, я говорю, Юра, что делается? Он на его глазах, он увидел, как приехало два бусика, в одном из которых был генерал Руслан Хамчак. Он поздоровался и поехал дальше. Где Береза, ебей его на лево. Заебали, бля. Более. До генерала. Пошел, пошел, пошел. А ну вы не слева. Слева, блядь. Это их артиллерия, что ли? Артиллерия, еб. Мадик, живы? Да, вроде так. Мадик, живы, выстрелы будут не бронированы. Пулеметка, автомат. Поднимайте его! Смотреть, поднимайте! Беревайся! Держи, дяди его! Держи, 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 держи. Где Береза, блядь? Береза во двор ушел. Мы скрылись лесопосадки между кукурузой и подсолнухами. Мы выбежали из автомобиля, прыгнули в кусты и легли на землю. Что-то страшный обстрел просто. Очень страшный, я не знаю. То есть мины летают, постоянно пули летают. Лежим посадки. Последующие 6 часов мы пролили лёжа. Руслан Хомчак и Юрий Берёза были вместе с нами. Лежа в посадке, мы слышали, как нашими головами летают мины, летают пули. Мы даже слышали, что рядом с нами пролетел самолёт. Шёл очень серьёзный активный бой. Однако, ни генерал Руслан Хомчак, ни Юрий Берёзы никакого боя не вели. Позже я в посадке нашёл около 7 гранатомётов и много брошенного оружия. Когда стемнело, мы двинулись колонной вперёд. Был дан приказ держать дистанцию 5 метров. В процессе движения впереди идущий солдат вышел немного из посадки, чтобы обойти Хащи. В этот момент с левой стороны, с кукурузы, загорелся прожектор. А также были выпущены две зелёные сигнальные ракеты. Естественно, мы пригнулись, чтобы переждать это. Примерно через минуты полторы прожектор погас. Я выдвинулся вперёд, вышел из посадки. Однако я уже никого не увидел. Мы прошли примерно 340 метров вперёд и никого не нашли. Было принято решение зайти в посадку и ждать. В ту ночь генерал Хомчак и Юрий Берёза оторвались вперёд. За нами они не вернулись. Утро мы проснулись. Я увидел, что мимо нашей посадки идут два вооружённых человека. Конечно, было страшно. До обеда мы пролежали на одном месте. После обеда мы дошли до края посадки. Я вышел из леса и в объектив видеокамеры увидел, что недалеке от нас ездит вражеская техника. Там же я ослалил мобильную связь. Взялся с Киевом, с родными. Сказал, что с нами всё хорошо. И также связался с руководством телеканала. И поступила информация от Авакова, что в Комсомольском якобы стоит нацгвардия. Можно выдвигаться туда, там безопасно. Я спросил, можно ли взять автомобиль. Был ответ дан да. Тогда мы вернулись обратно. Изначально мы хотели ехать на автомобиле Руслана Хамчака. Позже, когда Руслан Хамчак оказался в Киеве, он дал интервью, что его автомобиль взорвали, подбили. И он был вынужден спасаться бегством. На самом деле это неправда. Был подбит не его автомобиль, а наш автомобиль. На нашем бусике были пробиты колеса, а кузов был как решеток. Однако мы не смогли поехать на целом автомобиле Хамчака, поскольку не оказалось ключей. Мы поехали на бусике зелёным, так как ключ от автомобиля я забрал ещё в предыдущий день, когда мы от него уходили. Мы проехали примерно 400 метров, уперлись в взорванную технику и в этом месте нас взяли в плен российские солдаты. На следующий день нас перевезли в другое место и передали Красному Кресту. Однако не упустили Егора Воробьёва. Впоследствии он провёл в плену 39 дней. Я же оказался дома 2 сентября. С этого момента ни генерал Хамчак, ни Юрий Берёзный на связь не выходили. Видимо, судьба журналистов, а также солдата, которого они бросили, их не интересовала. Отмечу, тот солдат, которого они бросили, он был ранен в ногу. Мы его перебинтовали и переодели по гражданке. Когда нас взяли в плен, мы разограли легенду, что он водитель телеканала. Ему относились так же, как к журналисту. В итоге его отпустили, он оказался дома. С генералом Хамчаком я встретился только спустя 2 недели на передаче ТРК «Украина», которая была посвящена Иловайской трагедии. Уже после передачи мы пообщались с генералом Хамчаком в коридоре. Единственное, что он меня убедительно попросил, никому не рассказывать, что он бросил поле боя. Сейчас Юлия Березу представляет как героя, создают ауру непобедимого воина. Однако, когда мы были с ним, мы видели, что он так же боится, боится, как и все, умереть. Когда начался обстрел, он кричал «Скорее в посадку!» Возможно, это нас и спасло. Но по военным правилам и Береза, и Хамчак бросили поле боя, бросили своих солдат. На видеозаписях четко видно, что когда начался обстрел, наши машины развернулись и скрылись в посадке. Сидя в кустах, никаких боевых команд они не давали. На следующий день, при осмотре машины Хамчака, на торпеде я увидел рацию, которую бросил Хамчак. Таким образом, он не имел никакой связи со своими солдатами. Они смогли выйти, поскольку у них был тепловизор и прибор ночного видения. Потому они ориентировались в темноте. У нас же никакой техники не было. То, что мы выжили, это чудо, а не какой-то гениальный план.